ОМТВЮА про Головне. Ну, во всяком случае, ну, точно никто не мог предсказать то, что случится под Харьковом, да. Вот даже в этот момент очередей военкомата не наблюдалось. Повторюсь, за огромные по российским меркам, по меркам российской провинции деньги. А сейчас надо идти воевать в ситуации, когда нас бьют. То есть участвовать не в победоносной войне, а в войне практически проигранной. Обращаюсь к тем мужикам, которые чувствуют и все понимают. Ребята, время пришло. Подписывайте контракт, время защищать Родину. За Курск надо отомстить. Да, то есть это приглашение просто превратиться в пепел. С точки зрения законодательства, вся нынешняя СВО, так называемая, это вообще неизвестно что. Просто неизвестно что. У войск, которые сейчас реально воюют на фронте, нет никакого правового статуса. Поэтому, если СВО, допустим, закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказ, поскольку юридически он не имел права даже его выполнять. Ну как военный, когда не объявлена война, будет стрелять в представителя другого формального государства? Ну, он преступник. Да, и понятно, что такая перспектива мало кому понравится. Поставки самолетов, это намного сложнее и тяжелее, чем поставки танков. Чем? Перегнал самолет с экипажами? Нет, самолет не перегнал с экипажами. Самолет перелетел, ему нужно материально-техническое обеспечение специфическое, оружие, все остальное. Это раз. Второе, ему нужен аэродром. Польша? Вот. Польша прекрасно, если не полетели с Польши, Польша участник войны, и мы нанесем ему дары пойти в Польшу. Это абсолютно законно. Это уже абсолютно законно. Я уже и в этой аудитории, и на других, там, в телевизионной передаче говорил, что первое, чего надо сделать, это сместить Британию. Вообще, просто сереть из лица земли. И, в принципе, по сути, после этого все закончится. Закончится все, потому что главное, вот это, гаденыш, это именно Британия. Демилитаризация Украины провалилась, как и все остальные пункты путинской спецабосрации. Невероятно. Удивительно. Но факт остается фактом. Как с такими ресурсами Путин решил закрыть гештальт по взятию Киева за три дня, остается загадкой. Ну а для сторонников теории четырех позиций, если бы мы не ударили первыми, то они напали бы на нас, мозги прочищает бывший президент Польши Александр Квасневский. Путин лжет каждый день. Он опасный человек, заявляет экс-президент Польши. В 2002 году Александр Квасневский говорил с Путиным об Украине. Уже тогда кремлевская моль бредила о возрождении Великой России и не раз упоминала, что украинцы не нация. Цель — это восстановление Великой России, что Россия должна быть великой, и все, что произошло после распада Советского Союза, было неправильно. И Великая Россия означает, конечно, Россию в смысле империи или Советского Союза, возможно, без стран Балтии. Мы не обсуждали эту идею Великой России в деталях, но Украина была абсолютно очевидной составной частью этой Великой России. Это может быть только с Украиной, а не без Украины. Путин много раз говорил, что Украина — это не государство. Украинцы — это не нация. Если вы знаете украинцев, вы знаете, что у них есть свой язык, у них есть... У них есть Тарас Шевченко, у них были свои писатели, такие как Андрукович, Забушка. Вы знаете, что очень хорошие современные писатели из Украины, на украинском языке. Украина — это нация с очень-очень сильной собственной идентичностью. И это также усиливается во время этой войны. И сказать, что они не являются нацией — это фарварство. Очень актуальная параллель с югославским диктатором Слободаном Милошевичем, бредившим о Великой Сербии. Что называется «Найдите 10 отличий». Дорогие друзья! В те многие годы мы восстановили свою государственную и духовную целостность. Вместе, дорогие друзья, мы уже много сделали. Восстановили целостность России. Уступки. Уступки, на которые прошлые лидеры страны пошли в ущерб своему народу. Ленин предложил пойти на уступки националистов. Украина возникла именно так. Мы чувствовали себя виноватыми перед собой и перед Грудины. Нет у нас и не может быть никакого чувства вины. Тем более, что наш народ за всю свою историю никогда никого не завоел был. Мы ни на кого не нападаем. Мы только защищаем свой интерес. На протяжении всей своей истории мы были освободителями. Наши предки освободили Европу от нацизма. А никто другой. Именно они. Сегодня, как и в прошлом, внешние враги страны. Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ослабить и развалить Россию. Объединяются с врагами внутри страны. Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предатели. Но настало время не печалиться, а сражаться. Сегодня мы сражаемся за большую историческую Россию. Мы боремся за правду. За нами правда, а в правде сила. В какую бы битву мы не вступили, мы победим в ней. Победа будет за нами. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Единственное, на какую статью расходов русский человек с легким сердцем отдаст заработанную копейку, это на войну, это на армию, ни на что больше. Лишь бы оно летало и падало на головы хохло. Если мы начали наносить массированные удары, хотелось бы, конечно, чтобы эти удары достигли цели. Продолжается нанесение удара высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск. Чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, наверное, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. При чем здесь Россия-то? Вчера, как известно, наш противник кленчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Это что мы...